В израильском обществе принято считать, что без веской причины просто так в социальные службы не приходят. Отсюда распространенный вывод, если детей изымают, значит виноваты родители. Нет дыма без огня. Уже полгода журналист Яна Иври готовит свой сенсационный разоблачительный материал. Общество заблуждается. На данный момент нам известно, что только в этом году 4000 детей, которые были изъяты из семей, указанием суда бы вернулись домой. Это говорит об очень простой истине. Эти дети были изъяты не по правильным причинам, потому что если бы они были изъяты по правильным причинам, никакой судья бы не взял бы на себя ответственность и не вернул бы этих детей домой. 4000 детей, которых суд вернул домой только за последний год. Это данные, озвученные одним большим чиновником МИСРАД РВХ на заседании для своих. Чужим в соцминистерство дорога заказана. Показатели его работы засекречены. Точных цифр из чужих не знает никто. Сегодня политика социальных служб, никаких комментариев и никаких форм общения со СМИ, особенно с телевидением. Это интервью соцработникам мы записали три года назад. Последнее откровение. Суд вернул детей домой, сказав социальным службам, вы ошиблись, вы поступили неверно. Это то, что вы спрашиваете? Такое происходит крайне редко. В основном дети возвращаются домой, когда родители решают в корне изменить свое поведение по отношению к ним. Тогда же, три года назад, сотни израильских родителей действительно решили в корне изменить свое поведение. Они вышли на бессрочную акцию протеста под лозунгом «Верните наших детей». Двух наших дочерей, восьмилетних близняшек, забрали социальные службы. С тех пор наша жизнь в сущий ад. Мы надеемся своими действиями и с Божьей помощью как можно скорее вернуть домой. Теперь, спустя три года, можно смело сказать, что социальная жизнь в Израиле не изменилась. Министерство социальной помощи и сегодня неприступная крепость. Это государство внутри государства, которое действует своими методами и невозможно обжаловать ничего, ни одного решения. У адвоката Вероники Блумберг к социальному министерству целый перечень вопросов. И главный из них – о суде кто? Почти всегда, говорит адвокат, это люди с очень странным представлением о жизни, обладе детей, с низкой зарплатой и с интеллектуальными показателями ниже среднего. Требования вузов к будущим социальным работникам на порядок ниже, чем к будущим юристам. При этом соцработник наделен сегодня практически всеми юридическими полномочиями. Судебная практика такова, что для решения об изъятии ребенка достаточно показаний только одного человека – инспектора соцслужбы. Как он скажет, так и будет. О том, что такой суд состоялся, родители и их дети узнают последними в момент вынужденного расставания. Потом право на семью придется отстаивать с помощью адвокатов. Очень долго и очень дорого. В большинстве случаев это не журналистский штамп. Выясняется, что социальные работники не готовы даже аргументировать свои решения. У женщины, назовем ее условно Натальей, социальные службы забрали сразу троих детей. Причем детей тоже разлучили. Старшего сына отдали в приемную семью, двух его маленьких сестер – в интернат. Теперь мама Наташа часами разглядывает детские рисунки. На них, как недостижимая мечта, тихое семейное счастье. Это когда все вместе. Очень люблю, очень скучаю. И я хочу, чтобы поскорее не вернули их. По мнению соцработников, Наташа – несостоятельная мать. Она алкоголичка и наркоманка. Но по материалам проверки у врача-нарколога она вообще не пьет и не употребляет. Социальная служба, приводя все время один и тот же аргумент, что они действуют в пользу детей, они делают все, чтобы забрать детей из семьи. На самом деле семья не настолько плохая. У нас есть достаточно много документов, которые подтверждают, что Наталья – хорошая мама. И нет надобности забирать детей из семьи. Адвокат Наташи Илана Каннер теперь готовится к новому судебному процессу. В процессе подготовки стало известно, что время не ждет. Старший сын Наташи, говоря медицинским языком, находится в состоянии глубокой депрессии. Он сказал, что у меня нет желания жить. Дилемма. Все знают точно, наверху всем будет хорошо. Но почему-то они спешат. И я, как все, я подожду еще. Александр, судя по его стихам, умирать не собирается. У него есть цель – вернуть сына. Действия социальных работников он расценивает как преступление. Они его обманули. Они отобрали сына в тот момент, когда он сам проходил серьезное лечение в больнице. Ко мне приходит социальный работник. Говорит, вы же хотите, чтобы у вашего ребенка все было хорошо? Я говорю, да, я знаю, ребенок умирает апеллить сейчас. Говорит, ну вы же хотите, чтобы было хорошо? Вот надо, чтобы вы подписали здесь бумагу. Не зная иврита. А она говорит, на иврите мне какая-то медсестра переводила. Что она там переводила, непонятно. Я, естественно, подписал. Оказалось потом, что я подписал свое согласие на то, чтобы ребенок ушел в другую семью. Он не видел своего сына почти 10 лет. Он встречается с ним каждый день в компьютерной программе «Фотошоп». В компьютере они всегда вместе. Вот эту фотографию папа Саша сделал лет 5 назад. С тех пор ребенок подрос. А в доме Александра появилась немецкая овчарка Джесси. Саша доделывает новый фотодокумент. Они бы подружились. Дружились. Считается, что в Израиле нет детских домов. Потому что каждый еврейский ребенок – это национальное израильское достояние. Зато есть несколько интернатов, где спасенные дети мирно дожидаются новых родителей. Но получить разрешение на съемку в интернате почти невозможно. Социальное министерство не любит посторонний глаз. Журналистам остается или поверить на слово, или перепроверить. Мы перепроверили. Получилась еще одна стандартная израильская история. Мама разводилась с мужем. Все нервничали. Дочка поссорилась с директором школы. Директор вызвала сотрудников соцслужбы. Далее по известному уже сценарию. Маме предложили в срочном порядке отказаться от ребенка. На три месяца. Девочка, мол, отдохнет в интернате, А вы пока решите все семейные проблемы. Просто стали меня запугивать. Они сказали, что если я не отдам им ребенка на три месяца, то меня просто заберут его силой. Приведут мне штору и заберут ребенка. Три месяца растянулись на два с половиной года. Все это время служба опеки искала для девочки новую семью. А она все это время почему-то рвалась в старую. Там были дети, которые бились. Там были дети, которые пытались сами себя убить. И мне там было тяжело тоже. Это было такое... Ну, было видно, что это ненормальные дети там. И я попросила ее уйти оттуда. И она сказала мне, нет, подожди, нет, потом, нет, несчастье, и все такое, ты не можешь вернуться домой. И так целые два года я так была. Ребенок прошел там ужасное испытание. Он постоянно плакал, он просился домой. Он собирал каждый день сумки, он хотел идти домой. Его не отпускали. Это просто тюрьма для детей. Он постоянно был там наказан из-за того, что он плакал и просился домой. Итог истории относительно счастливый. Из интерната дочь сбежала. Семья наняла адвоката и выиграла суд. Никто из социальных работников не понес наказание. Никто и никогда. До сегодняшнего дня судебных прецедентов не было. На сегодняшний день, и данные эти известны, что 75 тысяч детей находятся в интернатах. Это огромное количество. Это огромное, которое все время пополняется. Говорится о целом поколении с 96-го года. Целое поколение, которые... Многие дети, которые прошли изъятие семей и получили огромные травмы на всю жизнь. Адвокат Тали Тамарин специалист по защите детей от государства. Для нее это многолетняя война за семейные ценности. Война идет с переменным успехом. Тали выигрывает в качестве, а соцминистерство в количестве. Адвокат решила, что пришло время бить по площадям. Теперь через телевизор Тали Тамарин на всю страну объясняет гражданам тактику ведения боя. Ее основной принцип при общении с соцработником ничему не верит. Не нужно бояться социальных работников. Нужно усвоить азбуку общения с социальным работником. Должен приходить к нему с переводчиком. То есть не нужно рассчитывать на поверхностное знание бытового юрита. Ты должен приходить с ним, зная права семьи и ребенка. Ты должен протоколировать. Есть такие способы. Или записывать на магнитофон те беседы, которые у тебя состояли с социальным работником. Ты должен как можно быстрее обратиться к адвокату. Желательно для того, чтобы твои права не были нарушены. Как любая история, это лишь продолжение экономики. Экономический расклад несложный. Чаще всего детей отбирают из так называемых неполных семей, где мать-одиночка бьется за выживание. Ее максимальное детское пособие – 2000 шекелей. А за каждого приемного ребенка каждая новая семья получает от государства дотацию в 4500 шекелей ежемесячно. Получается, что государство на свои деньги содержит огромную социальную службу, задача которой – разлучать матерей с детьми и дополнительно увеличивать расходы государства еще минимум в два с половиной раза. Уже много лет израильские адвокаты, депутаты и журналисты пытаются ответить на один, но главный еврейский вопрос – почему? Почему государство тратит сотни миллионов на интернаты и приемные семьи и почему оно отказывается поддержать одиноких израильских матерей? Почему социальный работник так легко идет на тяжкое моральное преступление? План, деньги, личная заинтересованность, ощущение безнаказанности или все вместе? Анонимные источники в Министерстве соцобеспечения говорят, что все вместе. Но свидетель аноним для суда не довод. Доказать что-либо в суде Диана Гринберг, от которой инспектор соцнадзора спас двоих детей, так и не смогла. В октябре 2009-го она написала короткую записку, что дальнейшая жизнь для нее бессмысленна и пуста. И ушла из жизни. На войне, как на войне. У нас нет точной статистики, сколько детей при живых родителях становится сиротами. Забота социального министерства о подрастающем поколении заботливо засекречена. Мы не знаем, количественно, в каких случаях органы опять действуют во благо ребенка, а когда во имя иных интересов. Известно только, что претензиями, как говорят, к социальным службам, выражают тысячи, если не десятки тысяч израилетян. Но и без цифр, перефразируя классиком, можно, наверное, смело сказать, что счастье всего Израиля не стоит одного письма ребенка. Я не могу жить без родителей. Мои папа и мама не сделали мне ничего плохого. Пожалуйста, верните меня в семью. Евгения Эрлих, Ролан Навицкий, Михаил Шварц, Игорь Горелик, 9 канал. Евгения Эрлих, Ролан Навицкий, Михаил Шварц, Игорь Горелик, 9 канал. Я просто по-пробKenzę сейчас, и мне хочется вымыть. Единственное моение. Я благодаря Битам Мешпеттам, который был создан в первую очередь в первую очередь, и он решил уехать в отношениях нескольких. Возвращая Битам Мешпеттам, была эмоция к нам рассказать даже Битта-бата-12. Эмеш-бенамала Теуфа иметин лавиа. Что вы ожидаете здесь в Израиле? Она возвращается к маме. Мне не нужно предположить хуже ворианта. А что вы можете сказать? Ну, понятно. Интернет или семья в другом. Битта-бата была обязана быть в Тесат-бата-12, но она срабатывала в любом случае, чтобы ходить на машину. Она欲求ела олево, но не в Израиле. Эта эмоция в этой стране уже была дошла. Я ни разу не звонила им. Я не слышала их голоса. Ни голоса своей подруги, ни голоса своих детей. Все это время, пока меня держали под арестом. Б thinking, что сейчас, после желания, есть у нее срабатывания. Они уехалили срабатывания, пришли к ним. И в течение дня. А у меня находится в течение дня. Олево. Можидала лишарием ее. И чтобы воиноват render, и теперь, после шамируете, воиноват, у нас будет своей стойкой finger. И, чтобы было знание. Назаде женщины. И там будет реализова в течениеają zulе. И там будет nationale баланс. Продолжение следует...